Приветствую вас на канале GESIT.com. Многих нетребовательных или стеснительных в средствах геймеров интересует вопрос. Можно ли ограничиться покупкой Nvidia GeForce GTX 1050 для разрешения Full HD? Или же лучше доплатить и взять GTX 1050 Ti? В каких случаях оптимальной будет та или иная видеокарта? Давайте же разбираться. Ассистировать нам будут Asus ROG Strix GeForce GTX 1050 Gaming OC, и Asus ROG Strix GeForce GTX 1050 Ti Gaming OC, которые отличаются версиями графических процессоров и объёмом видеопамяти. Обе они имеют по два профиля заводского разгона, обеспечивающих бонус производительности. Но чтобы сделать это сравнение более универсальным, с помощью фирменной утилиты мы ограничили их динамические частоты до эталонных уровней. Запись геймплея производилась через плату видеозахвата Avermedia Live Gamer HD, без каких-либо потерь в производительности. Начнём с более простых игр на примере обновлённой Dota 2 при максимальных настройках графики. GTX 1050 выдала 100-110 кадров в секунду, а GTX 1050 Ti – 115-130 FPS. То есть разница составляла 15-20 кадров в секунду. В обоих случаях GPU не были полностью загружены, но этого вполне достаточно для комфортного геймплея. Максимальные настройки качества в Paragon привели к полной загрузке обеих видеокарт. Результат GTX 1050 составил 40-50, а 1050 Ti – 55-60 FPS. Разницу в 10-15 кадров в секунду в данном случае можно назвать существенной. К тому же GTX 1050 не хватило видеобуфера, поскольку игра при таких настройках требует 3 гигабайта памяти. То есть идёт активное использование ОЗУ, и если в системе установлена медленная память, то могут возникнуть подлагивания. Ультра пресет качества с активной технологией имитации глобального освещения в The Long Dark не принёс особых проблем обеим адаптером. В помещении фреймрейт GTX 1050 поднимался до 91 FPS, а у GTX 1050 Ti – до 105. На улице скорость немного падает – до 77 кадров в секунду в первом случае и до 89 FPS во втором. То есть в среднем разница составила около 13 кадров в секунду или 15%. Фанатам CS GO волноваться не стоит. Обе видеокарты прекрасно справятся с игрой при высоких настройках графики. Владельцы GTX 1050 могут рассчитывать на 120-130 кадров в секунду на улице. А у обладателей 1050 Ti частота поднимется до 155 FPS. Разница достигала 30 кадров в секунду. В помещении результаты у них ещё чуть выше. Видеопамяти потребовалось чуть более 1 ГБ, поэтому никаких проблем не возникло. Блок более тяжёлых игр открывает нестареющая классика в виде Crysis 3 с высоким профилем графических настроек. В примерно одинаковых сценах разница составляет около 10 FPS, что эквивалентно 16%. То есть GTX 1050 выдаёт до 63 кадров в секунду, а 1050 Ti – до 73. Видеопамяти хватает в обоих случаях. Обратите внимание на то, что рабочие частоты обоих GPU гораздо выше зафиксированных эталонных показателей, что в первую очередь указывает на отличную систему охлаждения. Shadow Warrior 2 можно считать не особо требовательной новинкой, поэтому мы сразу же поставили пресет Ultra. Более доступная видеокарта обеспечила 40-60 FPS, в то время как 1050 Ti смогла повысить показатель до 45-75 кадров в секунду. В среднем разница составила около 8 кадров в секунду. При этом видеопамяти потребовалось 2,5 ГБ, поэтому GTX 1050 пришлось использовать ОЗУ. GTA V абсолютно играбельна при высоком качестве текстур и стандартном качестве шейдеров. 1050 Ti закономерно вырывается вперед с показателем до 100-140 FPS за городом. Система с просто 1050 в среднем отстала на 10 кадров в секунду, выдав 100-130 FPS. К тому же она активнее использовала ОЗУ. А вот Dishonored 2 комфортно можно поиграть лишь со средним профилем графических настроек. Младшая видеокарта обеспечила 35-40 FPS, а старшая до 40-50 кадров в секунду. Разрыв составлял около 6-8 FPS, что эквивалентно приросту в 20%. Потребление видеопамяти немного превышает 2 ГБ, поэтому в случае GTX 1050 потребовалось больше ОЗУ. Поиграть в The Witcher 3 мы решили с высоким профилем графических настроек и средним профилем постобработки. В первой системе мы получили около 40 кадров в секунду, а во второй до 50. В целом разница находилась на уровне 5-8 кадров в секунду. Потребление видеопамяти не превышало 2 ГБ. Чтобы запустить Assassin's Creed Syndicate пришлось выбрать средние настройки качества. Пробежки по Лондону даются Джейкобу при 40-45 кадрах в секунду в случае с GTX 1050. Или при 45-50 кадрах в секунду на GTX 1050 Ti. Но местами разница может достигать и 10 FPS. Видеопамяти потребовалось более 2 ГБ, поэтому система GTX 1050 активнее использует ОЗУ. К тому же в ней местами появлялись неприятные подергивания, поэтому однозначно лучше смотрится GTX 1050 Ti. Средние настройки графики в Battlefield 1 при переходе в режим DX12 позволяют рассчитывать на 40-45 FPS при наличии GTX 1050. У владельцев 1050 Ti уровень FPS поднимается до 60-70 кадров в секунду, что на 50-60% выше. Да и 2 ГБ видеобуфера игре маловато, поэтому в первом случае потребление ОЗУ выше. В результате и геймплей на GTX 1050 Ti был более комфортным. В Watch Dogs 2 в принципе можно поиграть даже при высоком качестве графики, но это требует под 4 ГБ видеопамяти. Поэтому использование ОЗУ в системе с 1050 стремилось к 10 ГБ. Игра ей далась тяжело, с заметными подтормаживаниями при загрузке новых локаций, даже несмотря на 30-37 FPS. А вот GTX 1050 Ti таких проблем не испытывала. Тут вам и комфортный FPS в районе 45-50 и отсутствие неприятных фрезов. Разница в 12-15 кадров в секунду в данном случае соответствует минимум 30% приросту. По вашим просьбам Doom мы запускали в режиме Vulkan при высоком пресете настрой графики. GTX 1050 выдала вполне комфортные 50-70 кадров в секунду. А 1050 Ti пошла еще дальше, обеспечив 70-100 FPS. То есть даже на более доступной видеокарте играть вполне комфортно. Ну а теперь переходим к тестам с еще более наглядными и объективными показателями. Начнем с Dirt Rally при очень высоком профиле графических настроек. Обе видеокарты обеспечили вполне комфортный игровой процесс. В среднем GTX 1050 выдавала 61 FPS, а 1050 Ti 69 кадров в секунду или на 13% больше. Видеопамяти потребовалось чуть более 2 ГБ. Rainbow Six Siege мы решили запустить с очень высоким пресетом качества. Сразу же можно увидеть, что потребление видеопамяти превышает 2 ГБ, поэтому GTX 1050 компенсирует разницу из ОЗУ. В среднем она отстала от GTX 1050 Ti на 9 FPS или на 12%. По сценам различие составляет 7-11 кадров в секунду. Более требовательная The Division стартовала с высоким профилем графических настроек в режиме DirectX 12. По мере прохождения теста объем задействованной видеопамяти превысил 3 ГБ, что привело к появлению неприятных подергиваний в случае с 1050. Конечный итог 35 против 43 FPS в пользу 1050 Ti при более плавном и комфортном геймплее. В Hitman все настройки были выставлены для обеспечения оптимальной производительности GTX 1050. Игра предлагала даже поставить ультра высокий уровень детализации, но из-за подтормаживаний мы выбрали просто высокий. Но и в этом случае видеопамяти потребовалось более 2 ГБ, а средняя разница в FPS существенная – 40 против 60 в пользу 1050 Ti. То есть разрыв достигает 50%. Еще один требовательный проект в режиме DirectX 12 – Rise of the Tomb Raider. Высокий пресет настроек требует более 3 ГБ видеопамяти, поэтому 4 ГБ на GTX 1050 Ti выглядит предпочтительнее. Да и по средним показателям она закономерно вырывается вперед – 57 против 44 кадров в секунду, что эквивалентно приросту в 30%. По отдельным сценам разница сохраняется на уровне 12-15 FPS. Deus Ex Mankind Divided мы запустили с высоким профилем настроек графики, но для комфортного прохождения лучше выбрать менее требовательный пресет. Опять фиксируем потребление более 2 ГБ видеопамяти и высокую нагрузку на GPU в обоих случаях. При этом результат GTX 1050 в среднем составил 31 FPS, а у 1050 Ti – 37. То есть преимущество последнее достигает 6 кадров в секунду или 19%. В качестве бонуса мы добавили тизер игры Resident Evil 7 Biohazard 7 при сильном профиле качества текстур. Игра требует более 4 ГБ видеопамяти, поэтому обе видеокарты активно обращались к ОЗУ. Разница во фреймрейте достаточно существенная – 20-30 FPS у 1050 и 50-60 FPS у 1050 Ti. Однако уже после 5 минут прохождения на 1050 Ti частота кадров упала до тех же 20-30 кадров в секунду, что может указывать на проблемы в оптимизации. Но у разработчиков есть ещё немного времени для исправления ошибок. Ну что ж, друзья, подведём итоги. Нетребовательные MMO, MOBA или другие онлайн-проекты можно комфортно запускать с максимальными настройками графики даже на GTX 1050. Также с ней можно проходить и хиты прошлых лет или не очень требовательные актуальные игры. Но придётся уменьшать настройки графики. Главная же её проблема кроется в 2 ГБ видеопамяти, которых не хватает даже в Paragon или Shadow Warrior 2, не говоря уже о Battlefield 1 или Assassin's Creed Syndicate. Это приводит не только к снижению частоты кадров, но и к неприятным подтормаживаниям. Поэтому 4 ГБ GDDR5 у GTX 1050 Ti можно назвать её главным преимуществом. Если вы планируете поиграть в требовательные актуальные игры с более-менее красочной картинкой, тогда стоит ориентироваться именно на неё. Но если у вас в приоритете онлайн-проекты или качество графики вас не особо волнует, а разница в стоимости ударит по карману, тогда можно ограничиться и GTX 1050. На этом всё, спасибо за внимание, надеемся видео вам понравилось и будет полезным, поэтому заслужит ваши лайки, репосты, комментарии и приведёт новых подписчиков на наш канал. Оставайтесь с нами, всего вам хорошего и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова